Так, друзья, всем привет! Меня зовут Виталий Андреевец, это Алексей Семченко. Ничего не поменялось, собственно. Ничего не поменялось, мы остались те же самые, вот, ребятушки. Так что, друзья... Ну, не особо те же самые, я набрал еще килограмм пять за новогодние праздники, блин. Тоже четыре, потому, ребят... Поэтому вам покупайте плазму, чтобы наши лица влазили. Да. Вот, ребят, перед посмотрим видео поставьте лайк, поставьте дизлайк, напишите комментарий. И вообще, что вы думаете о данных видео, интересно просто вам подкасты. Но сегодня не особо не подкаст, а у нас сегодня Алексей открывает... Ну, как я обещал в прошлом году, вот, одну из тем мы под нее касаемо СИЗО. Ни для кого, наверное, не секрет, что я побывал там в местах не столь отдаленных, богатых дичью и растительностью, собственно, вот. И вот такие лайфхаки решили сегодня воплотить. Ну, и что делать человек, когда он первый раз попадает, потому что это первый раз, слава богу, последний попал. И вот как бы некому было меня учить, поэтому всему учился сам, собственно. Окружали люди. Сам-сам еще. Да. Но это мы будем говорить о реалиях Белоруссии. Белоруссии, да. Да, может не совпадать с российскими СИЗО, потому что я знаю, что в той же Москве в СИЗО можно при наличии денег меню заказывать прям пиццу, курицу и все остальное. У нас все намного жестче, как при Союзе. Да. Вот. Как при Союзе деньги ни хрена не решают, поэтому будем... Белоруссия это актуальная тема, кстати. Сейчас вообще она очень актуальная. Для тех, кто попадет на ИВС, на СИЗО, ребята, ну, может пригодиться. Значит, они уже там, они уже не посмотрят, собственно. А почему? Я думаю, телефон у всех есть. Нет. На русских тюрьмах нет телефона, к сожалению. Ну, мы сейчас будем говорить конкретно про тюрьму. Лагерь это уже другое, собственно. Вот именно про тюрьму мы сегодня поговорим. В такой позитивном ноте, позитивном русле. Это больше будет напоминать, наверное, передачу очень милой ручки. Перепорядка, пока все дома выходила каждое воскресенье. Что можно сделать из пластиковой бутылки, скотча? Это опять же из 90-х годов все пошло. Да, да, да. Здесь вот была такая жизнь. В общем, не буду подробно рассказывать, почему я там побывал. По идиотизму я там побывал. Это Олег знает. Кому будет интересно, пишите в комментариях. Мы запишем отдельный выпуск. За донаты. За донаты расскажем, почему я там побывал. В общем, не политическая статья абсолютно никакая, не финансовая, ничего. То есть, это было выявлено как хулиганство третьей части. Ну, в общем, подробности, я думаю, что это надо опустить их. Конечно, людям не интересно, на самом деле. Да, да. Сегодня интересная тема самодельная. Лайфхаки, как там выживать. Потому что очень много запретов. Это называется запреты. То есть, запрещенные вещества. Препараты. Да, то есть, очень много мифов сейчас, наверное, развею. Потому что сейчас некоторые ребята попадают в эти места. Они думают, что туда можно передавать все и даже больше. То есть, там чуть ли не ноутбук у тебя будет в камере. Ты будешь все... Это все, ребята, это в сериалах все показывают. Напильник в бадоне, да? Да, напильник в бадоне и так далее. Это все показывается в сериалах. Это все показывается в таких художественных фильмах. Опять-таки... Продажные полицейские, да? Да. Опять-таки, я напоминаю, что мы поговорим про белорусскую тюрьму. Поэтому, как бы, она немножко отличается. То есть, я надеюсь, что меня из тех, с кем я находился, не будут на меня обижаться. Потому что будут всего лишь подсказки, как... Не то, что себя увести. Я не буду рассказывать о том, как себя надо прям вести там, да? А мы будем показывать, как из говна и палки сделать себе подручные средства, которые помогут вам при нахождении в данном учреждении. Вот, собственно, как бы так. Значит, путь был простой. Сначала меня закрыли на ЭВС на 10 суток. На ЭВС вообще все печально. Ну, не то, что печально. Намного проще на ЭВС. Потому что там, возможно, любая еда. Там передают книги, передают лекарства. То есть, там как бы такого. Там запрещено абсолютно курить. Для тех, кому это в ЭВС это вешаться можно, потому что курить там нельзя. Ну, умудряются ребята, но как бы это все бесполезно, беспричинно. Сигареты не принимают и так далее. Причем это вышло, этот закон вышел года 3-4 назад. И вот он действительно действовал. Поэтому на ЭВС все печально. Но и не сильно печально. Потому что ЭВС это изолятор содержания. И там немножко послабуха такая есть. Тебя там не долбят. Единственное, что нет, конечно, прогулок и так далее. Долбят в смысле в плане? Ну, здесь не надо придавать моим словам идею криминальных высказываний. Долбят в смысле по голове. Ну, не прессуют, не дурят голову и так далее. Имеется в виду это. Ну, а когда я попал на СИЗО... А, кстати, еще очень важный момент. На ЭВС нельзя передавать бритвы, пену для бритья и так далее. Поэтому как бы не надейтесь, что там вот, когда родственники передают, там, вот, я бритву пытаются передать. Еще что-то не запрещено. Ручки, тетрадки, да, пожалуйста. Там конверты, там, пожалуйста. Книги, пожалуйста. Мыльная, там, только, по-моему, влажные салфетки можно. Потому что там мыться, там, об бане уводят только раз в неделю, смотрят на сколько. Там бритвы нельзя, что ли? Бритвы нельзя. То есть, там нет такой фишки, как бы, как в армии. Опять-таки, в СИЗО есть, а на ЭВС нет. То есть, бритву, можете даже не собирать, не паковать. Если, не дай бог, ваш человек попадает на ЭВС, бритвы там нельзя. То есть, я выходил оттуда, переводили меня в СИЗО, я был полностью заросший. Такое, вообще, прям, красавчик. 10 дней, вообще, пипец. Я помню, зашел в хату, была у меня... Как зашел в хату, кстати. Да, это был капец, конечно. Ну, бритв, я не хочу всех подробностей рассказывать, потому что там, ну, они не печальные, они, наоборот, просто слишком личные. Там были же люди, я же не был там один. Могу сказать так, что в первой ситуации, которая произошла, ну, точнее, не в первой ситуации, как меня перевезли уже тогда с ЭВС на СИЗО, получилось так, что, значит, меня заводят в карантин, в карантине это здоровенная камера, как бы, которая предназначена там на 12 человек, вот, я там был один, вот, собственно. Я зашел туда, мне дали там матрас и остальное, а у меня нету еще ничего, ни бритвы, ни говниты, ничего, там пакетик только, который с ЭВС остался. Вот, и, собственно, туда я зашел, туда это был единственный раз, когда у меня там немножко я упал духом, потому что ты заходишь, пустая камера, понимаешь, где ты, блядь, находишься вообще, что происходит, так далее. У тебя матрасик, я сижу просто не понимаю, то есть, чтобы вы понимали, что в ЭВСе, что в СИЗО, расположение камеры, оно такое, значит, это прямоугольник, это, представьте, ваш зал дома, но только там живет 12 человек сразу, там же туалет, там же кухня, собственно, ну, не кухня, а там, где кушать и так далее. То есть, это расположение трехэтажных нар, они вот на три этажа идут, здесь две, ну, три кровати, первая, вторая, третья, верхняя, это пальма, короче, ну, на пальме там прям под сам потолок, ты лежишь, ногами на потолок упираешься, вот, и получается, что с этой стороны по две, две по три, шесть, и с этой две по три. Были камеры где-то и по 14 человек содержали, ну, это, конечно, были свои приколы. Вот, потом стоит стол, который с сидушками такие, как во дворах ставили, помнишь, раньше, железный, приваренный. А, железный, да? Да, железный, там деревянный, с сидушкой немножко, как бы, в основном все металлическое, вообще все, в большей части все металлическое, вот, все приваренное, все, это, эти сами кровати, они сделаны из металлического уголка. То есть, то, что показывают, как в тюрьмах, там, Голландии, Германии, где нормальная кровать, и все остальное, это все пиздер. У нас все намного интереснее. Вот, это такой квест, хоррор, блядь, квест. Я потом, когда вышел, я думал, может, создать квест, просто побывать в СИЗО, чтобы человек мог поосознать, что это вообще тяготые лишения. Обзор, обзор. Обзор, ну, ты даже не дорвешься с обзором, поэтому, как бы. Я до сих пор помню все эти, все эти приключения, то есть, многие напишут комментарии, га, блядь, сиделись там, блядь, пять месяцев провел, так хуйня. Ну, ребят, даже пять месяцев, это было психологически тяжело, немножко посидел. Опять-таки, никто не знал, чем у меня закончится моя история. Вот, слава богу, благополучно закончилось. Вот, значит, стол, кровати, собственно, уголок такой, и там туалет, и рядом с ним раковина. Значит, туалет, как в армии, тоже ничем не отличается, советские чугунные туалеты, когда ты стоя стоишь. Вот, а все это находится в одной комнате, чтобы вы понимали, как бы. И не есть весело, как говорится. Вот, но, значит, кафельная такая плиточка, такой бордюрчик. И ты садишься, и она кровника прикрывает тебя вот до сюда, блядь. Ну, и, собственно, ты обзор на всю камеру, всех людей ты можешь видеть и так далее. Вот, ну, конечно, были установлены свои правила, то есть, когда все едят, естественно, никто не ходит в туалет. То есть, как бы ходили тогда по каким-то конкретным, ну, не по расписанию, предупреждали и так далее. Ну, при 12 человек сходят в туалет, естественно, в день там 2-3 человека ходят. Кто-то пересном, кто-то это. Плюс по-маленькому. Кто-то по-другому. У кого-то разные были ситуации. Ну, не то, чтобы тяжело, как к этому надо привыкать. И там есть такие свои лайфхаки. Если у кого-то особо вонючий, собственно, выход идет, то делаю специальную торпеду. Я уже с собой не брал эту штуку. Значит, блин, что-то у меня. Аж сосок зачесался. Значит, вот первый лайфхак, значит, когда идешь в туалет, когда очень много людей, чтобы, ну, запах у тебя не колбасило. Значит, ты, получается, что делаешь? Берешь туалетную бумагу. Эту туалетную бумагу ты косичками плетешь. Длинную туалетную бумагу плетешь косичку. Плетешь косичку, собственно, она должна быть плотненькая, ты ее так, либо скручиваешь хорошенько. То есть, должен быть плотный фитиль такой получаться, длинный. Потом по этому плотному фитилю ты берешь, собственно, дезик подмышками, он разрешен связой, и со всех сторон его намазываешь. Оно все впитывается. Когда ты идешь в туалет, собственно, ты поджигаешь один край. Поджигаешь один край и тушишь. И оно начинает тлеть. И оно тлеть идет запах дыма с запахом вот этого антиперспиранта, собственно. Ну, это такой вот дезодорант, короче, чтобы... То есть, ну, воняет в камере, в хате, воняет дымом со сладким запахом, будем так говорить, а не тем, что ты поел сегодня набит. Да, прикольно, кстати. Ну, вот такая спасительная была, такой спасительный лайфхак, как бы был такой. Ну, перейдем, наверное, к самому такому, не знаю, с чего даже начать. То есть, ну, собственно, сегодня почти все инструменты, которые я взял с собой, они находятся в СИЗО. Почти все. То есть, не все оно есть, как бы, ну, расскажу, что, чего, куда и как. Сначала объясню для тех, кто не понимает и не знает. В СИЗО можно передавать, раньше было, как минимум точно, когда я там находился, можно передавать покупные четки. Ну, все же ходят там, типа, да. Там не все так просто. На самом деле, четки из хлеба и со всего остального, они там запрещены. Это реально запрет, за это можно получить нарушение, попасть в карцер и так далее. Вот, значит, вот такие четки там разрешены, потому что они из дерева, они покупные, их можно передать, то есть, крестиком. Ну, якобы, что вероисповедание, ты там дурня рубишь, и тебе надо, как бы, эти четки. Вот такие вот, это обычные деревянные четки, вот они имеют право на жизнь. Значит, вот такие. Значит, чем занять себя в СИЗО, собственно, ребята? Это делал я сам. Вот такие четки, со всеми делами. Я потом расскажу, с чего они делались. Значит, это один комплект, который я сделал. Это, собственно, чуть побольше, такие, по материи, мои четки, которые, собственно, производства. Вот, это тоже я сам, собственно, сделал, за этот период, пока там находился. Собственно, вот такие можно, вот такие вот, можно передать даже с посылкой, вот такие там можно сделать и прятать. Не справьте, где я их прятал, но не в жопе. Но прятал, собственно, это было запретом, то есть, если их находят, их забирают, и все, с концами, все это уходит, собственно. Сюда в жопе прячут? Ну, кто-то торпеды делает, ну, как бы просто потом, как в определенном времени, люди получают какие-то заболевания прямой кишки и так далее. Ну, а что делать? Ну, кто-то долго сидит, кто-то там сигареты заворачивает, пакетики запихивает, чтобы потом курить можно было что-то. Ну, разные есть ситуации. Значит, начнем с самого простого. Это такая обычная положниковая бритва, которую вам будут выдавать, ну, я надеюсь, что вам будут просто это посмотреть и все. Вам не будут выдавать этого всего. Но она выдается там, выдается две бритвы на, по-моему, на две недели, я уже не помню. Выдается бритва, зубная щетка, мыло, кусок мыла, то есть такие вот, ну, обиходные вещи. Да, 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 выдается. Собственно, вот конкретно вот эта бритва, это оттуда. Вот конкретно она оттуда. Нет, вот эта она оттуда. Базар какой-то. Она у меня оставалась такая прям, ну, на память, да. Вот это похожая очень бритва, но это джилет. Джилет там, естественно, не дают, там выдают такие бритвы, которые... Ну, опять-таки, родственники могут одноразовые бритвы, либо станки передать. Проблемы нету никакой. Что запрещено? Собственно, запрещены любые кое-что режущие предметы, правильно? Но хлеб у тебя есть, у тебя есть салка, домашняя мамка передала, то есть есть у тебя там колбаска, еще что-то, тебе его надо как-то порезать. Как его порезать? Ножи, естественно, не дают, когда говорят, там, вот в СИЗО, там, попросите у конвоира, тебе даст нож. Ага, добрый вечер. Если дают какой-то острый, точнее, можно попросить ножницы, можно попросить иголку с ниткой. Значит, ниток никогда нету. Иголку дают там раз в полгода. Если дают, а ножницы дают такие тупые, что им можно, я не знаю, что им можно сделать. То есть, как бы, там была фишка, ногти надо обрезать, тоже отдельно об этом расскажу. И дают ножницы такие, знаешь, советские, блядь, и они просто тупые. Ну, это то же самое, что, я не знаю, ну, возьмешь два этих, два железных стола, блядь, и будешь пытаться ими, блядь, постричь ногти. Вот, значит, и что, спросишь тебя, Виталик, что мы будем с этим делать? Что мы будем делать с этим? Как ты думаешь, что мы будем с этим делать? Ножницы? Значит, у меня сейчас будет отверточка, чтобы я не порезался, как бы, это делается либо руками, у нас умельцы делали это руками, либо делается заранее еще одна штука, которую я тоже покажу, как делать, из ручки, как делается заточка, либо шило. Шило очень пригодится, всегда оно очень полезно, нужно, и, как бы, оно пригодится. Значит, что мы будем делать с этой бритвы? Значит, эта бритва нам еще пригодится, я потом расскажу, как сделать, ну, можно руками вскрывать, да, можно руками вскрывать, ногтями вскрывать. тут есть зазубринки не знаю видно не видно вот я и на эту камеру покажу сюда вот они здесь да вот таких можно ногтями скрывать час не хочу режется потому что ну как бы это можно можно повезти чуть-чуть можно не порезть значит можно сделать шило тоже потом покажу как значит как это все делалось как это все происходило значит вы снимаете с топора ну стопор и кстати многие спросят откуда как можно еще можно сделать шило два варианта если вам приходит адвокат и оставляет вам вот такую скрепочку случайно с документами и вас ее не находят приносите либо есть вот такие бритвы биковские желтые на них есть защита железная там такая реально железно хорошая душка и это железная душка она выпрямляется и потом точится где только можно ну то есть об камень об это то есть она вытачивается затачивается и потом делается тоже сейчас покажу как она потом должно происходить не знаю видно там не видно сейчас не важно вас видно все снимаем вот эту штуку то есть она опах разлетелась да просто аккуратненько разлетелась значит и сразу же интересно здесь значит сейчас мы делаем обычный обычный собственно нож вот в любой такой бритве есть вот два таких вот лезвия собственно что здесь мы делаем вот эту часть мы просто снимаем она нам не нужна она нам собственно не нужно вот значит здесь у нас замечательно почему что 2 что ну собственно бритва тупится по строк нарезать там куча куча сала да условно и потом ну надо будет менять значит вот у вас остается запасик вы его куда нибудь хонырить и чтобы наш мони у вас его не отобрали значит но это это как бы шило я покажу как шило даже делать значит вот у вас есть составляющая тех то что не запрещено в принципе не запрещены были зажигалки мы потом по-моему ввели запрет но спички есть всегда и везде спички разрешены я подстелю такую штучку чтобы мы уже могли на досочке что-то делать что-то делать вот у нас есть так так вот у нас есть значит берем спичку как это все выглядит выглядит все просто вы просто вот это все подпаливаете это все дело и палите палите у вас есть у вас есть лезвие сейчас немножко выпаливаем хорошенько вываливаю и собственно вставляем сюда сейчас она разогреется вставляем сюда вставляю так 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 пошла пошла вода горячая и потом прижимаем ну я прижму так прижимаем пальчиком вот так можно форму придать чтобы она зафиксировалась ждем пока она остынет ждем пока остынет ничего сложного по здесь я не показал то есть пластмасса собственно остывает очень быстро надо главное загнать хотя бы где-то одну третью часть этой бритвы но сам самого лезвия для того чтобы для того чтобы она собственно держалась крепче есть разные там выпендрежи есть разные ручки собственно какая там бритва бывает бывает это значит делается это все для чего он видишь уже застыла уже уже ну да практически уже готова да сама она будет немножко гуляться понятно есть такие более плотные лезвия более плотные тем более плотные лезвия они естественно дольше держится потому что здесь видишь немножко такой китайский вариант с многое многим многим количеством дыр то есть что может делать эта штука а может резать хлеб ну да прикольно я обожал и резать хлеб потому что режется ну вот видишь затяни пожалуйста покажу смотрите как легко это происходит то есть она режет хлеб купли пальцы нет она да можно порезаться кстати вот она ну вот эта штука это это нарушение собственно если найдут ну естественно все ее скидывают то есть никто не прячет кровати никто не прячет в подушке ну это такое значка давайте в любом случае будут выдавать в любом случае те раз в неделю выдадут эту бритву то есть как бы мы делали там 2-3 на хату кто-то нарезал хлеб кто-то нарезал чесночок кто-то нарезал сало режется прям идеально в чем не прикалывал салатики даже делали нарезали помидоры огурцы загнали ты сидишь и тебя успокаивает особенно второй хате где мне уже телевизор был так попало что уже был телевизор вот и сидел так знаешь антонио фагундес блять сержо хуарес блять ну там два канала идет бт-1 бт-2 вот ну и собственно вот так вот и радуешься режется все что хочешь то есть как бы но это не заточка это оружие получается тоже да да ну у себя никто не хранит хранится где-нибудь шкерится на вещевых ящиках скалах которые присутствуют камере то есть они есть в них должны хранятся личные вещи естественно все хранят там еду личные вещи хранят кишарах я уже не стал приносить кешер свои показывать наш кешер это что это как челноки раньше возили шмотки кретчатые сумки такие здоровые детские да 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 это самый удобный кешер на самом деле кто-то берет там сумки блять типа знаешь спортивные какие-то еще что все это хрень все это хрень потому что очень неудобно а в кешер ты сложил и еду из книжки про главное просто понимать где у тебя что лежит короче там смотки и так далее и почему удобно потому что когда там идет шмон еще что-то тебя взрывают эту сумку и быстренько сложил то есть не надо там где-то паковать потом разложил как тебе удобно и она очень удобно достается из-под кроватки с под твоей вот поэтому вот эту хрень при себе никто не хранит хранят где-то где-то заныканые ну если ее находят из мая там по хате по камере могут там наруху дать это очень редко вот собственно это буквально через полчаса перед обедом делается новое что бритвы всех у всех есть одноразовые как у кого-то станки но кто-то в любом случае берет одноразовое собой очень удобно тем более эта вещь двухразовая то есть вот еще один есть вторая собственно резвия это тупица тупица она примерно при нормальном нарезке еды все остальное где-то примерно дней на пять хватает 45 дней минус но если не поломать если руки и жопа не растут а так далее вот меня прикалывал их делать но не знаю почему вот это у нас остается потому что эта вещь обехода которая должна необходима быть значит вот я нашел ручку не буду полностью портить я расскажу как делается за . такая готова меня научили делать к криминальной выпуске да она получается смотрите у вас есть обычная ручка обычно не такая обычно придут желтую с тонким стержнем я пока такую только нашел вот с тонким стержнем то есть все же вот такой толщины вот как это сначала здесь потолще конечно вот ну для наглядности будет понятно как я и говорил либо биковские сейчас я покажу как он выглядит значит на бритве на бритве находится вот такое защитное железо защита такое видит раз ну наверно ски бритвы они они 1 1 лезвенные и они считаются опасными и там есть стопор такой железный типа под этот стопор чтобы не ну никого никого не порезаться и вот они получаются вот они вынимаются они у такой формы примерно закручены немножко и вот и либо скрепка вот такая появилась но скрепка вам скажу так это не самая надежная потому что биковская металл тут он плотнее ну скрепкой тоже можно как это делается собственно нагревается на спичке сам этот элемент но сама сама железа так вот и потом ты его собственно загоняешь вот таким макаром частный знак показать шасси не могут ну не будут вот она получается нагреваешь захочешь сюда до середины ручки и поднимаешь вверх то есть получается вот такая у тебя тема получается то есть у тебя остается за что ему держаться и у тебя прямая вот такая хрень значит как это выглядит потом значит делается это вот Вот так вот. Потом накручивается, собственно, ручка. Как это хранить? Оно все у тебя вот так вот уже сделано. При любом шмоне ты одеваешь колпачок, и у тебя эта ручка. Собственно, ты примерное показываешь, да? Я понял. Понятно. То есть у тебя есть как бы это. Открыли. Ну, предка открывает. Ну, ручка и ручка. Ну, и все. Оно же спрятано получается. Это вот здесь торчит просто. Вот. Она также точится, получается очень хорошо, когда уже сделано в этом состоянии. Она очень хорошо точится об этой все дела. То есть это вот такое вот шило, которое делается и так далее. Ничего в тюрьме просто так не выбрасывается. Оставляется для себя стержень. Тонкий стержень с тонкой ручкой, если хотите делать четкие. Расскажу сейчас для чего, почему и как. Значит, сейчас перейдем к четким. Вот здесь есть разные варианты. Я себе делал такие одни четкие. Видишь? Вот здесь промежутки стоят. Да-да-да. Эти промежутки нарезаны вот такой хренью. Собственно, они нарезаны из обычного стержня. Плюс-минус ты делаешь нарезку, видишь? Нарезаешь эту хрень и она потом тебе между шариками этими все вставляется. Поэтому стержень, когда пропал, ну, точнее, закончился, его не выбрасывайте, если хотите, чтобы он вам пригодится. Но, опять-таки, для чего делается четкий. Не для понта. Просто, честно говоря, меня многое успокаивало. То есть, ты, ну, время убивал. Убивал время. Спросите вы, откуда берется вот такие вот замечательные шарики. Есть два варианта. Сейчас я их покажу. Ну, а для начала. Для начала объясню, как выглядит, из чего делается, собственно, как она правильно называется сейчас. Ну, в общем, лампадкой. Мы называли ее лампадкой. Бесперебойная подача огня. То есть, на спичках ты запаришься делаешь. Ну, да. Понимаешь? Значит, что это делается, как это делается. Вот здесь отверстие вырезается. Ну, я сейчас вырежу отверстие. Я не буду вот этим. Это все можно вырезать. Я просто не буду колупаться. Взял нож. Естественно, ножи там запрещены. Поэтому прожигается маленький вариант этим, как его. Прожигается шилом. Ну, ты нагреваешь, накаливаешь, потом делаешь. Потому что у тебя такого плотного, вот, как ножик, не будет, да? Сделается вот такая... Я даже зря я не здесь делаю ее. Ладно, ничего страшного. Она здесь не делается. Я вру. Делается она вот здесь. Значит, сюда что заливается? Вечный двигатель делается еще. Он делается из обычного подсолнечного масла. Он тоже разрешено. Можно на товарке купить везде. Заливается сюда подсолнечное масло. Значит, у меня с собой нет. Но с-под шоколада всегда есть фольга. Фольга всегда есть. Я сейчас просто для примера так возьму. Не нарежу. Мне тоже нравится. Значит, фольга. Сюда заливается масло. Сюда крепится фольга. Ну, вот она вот так будет выглядеть. Это реально так. Почему крышку не долбим? Я просто неправильно пошел. Вот здесь надо будет делать. Ты ее закрываешь потом вместе с фольгой. И у тебя баночка из-под ревита. Реально ревит разрешен. То есть, я придаю таблетки в банках таких маленьких. То есть, ну... И никто никогда меня не спалился. То я уходил, еще оставил пацана, короче. Что делается с ней? С ней, с ней. Как это делается? Сюда заливается масло. Делается небольшая прорезь. Она здесь делается. Небольшая абсолютно. Сейчас. У меня будет все... Там, конечно, ты делаешь все более удобно. Более так... Я просто немножко спешу, наверное. Ты делаешь все там, естественно, так красивенько, аккуратненько, чтобы это все... Опять-таки, всегда есть вата. Вата всегда разрешена. Ну, это все схематически сейчас вам показываю. Берется большой-большой кусок ваты и катается. Он катается до состояния фитиля. Сейчас вот это маленький фитиль я сделал. Видно, да? Вот. Делается вот такой длинный фитиль, чтобы он лошался на дно банке. На дно банке. Ну, и схематически покажу. Собственно, ложится где-то часа на полтора, ну, можно на час. Значит, оно промакивается в этом масле, в обычном посолнечном масле. И он уже, получается, и верх, и низ у него пропитан. То есть, этот фитиль пропитан, ты его поджигаешь, и у тебя всегда есть регулируемый небольшой огонь. Чуть выше фитиль, чуть больше огонь. Чуть ниже, чуть меньше огонь. То есть, собственно, и оно у тебя горит, пока там есть масло. Горит оно, пока не заебет, короче. Ну, очень долго это все происходит. Вот. Такая штука очень удобна. Если какой-то шмончик, хлоп, баночка ревит, а все с маслом. Ну, никто это не проверяет. Поэтому, вот, ребят, раз, вытянули, подожгли, дальше колупаетесь. Дальше рассказываю. Значит, из чего делаются вот эти прекрасные бусинки. Бусинки, бусинки. Значит, ну, перед этим, наверное, давайте немного передохнем. Расскажу вообще, что для чего это вообще делается, как говорится. Значит, как говорил, забирают. Это тоже считается нарушением. Разрешены только вот такие четки. А почему? Ну, как бы это считается сделанными. Не считается, ну, типа, как статус ауе, там, все остальное. Это считается нарушением, потому что это якобы, знаешь, как из хлеба там раньше делали, с пеплом перемешивали и так далее. То есть запрещено, это как бы воровские символы и так далее. То есть это запрещено. А типа сделанные в церкви, как бы, они не запрещены, понимаешь, в таком варианте. Вот. Это очень много там такие, можно было оспаривать и это, но тем не менее, хрен-то там с кем поспоришься. Ну, еще могли карта создать. Вот. Значит, у вас есть такая лампадка. Ну, давайте покажу, как делать эти шарики. Сейчас, в принципе, да, можно, в принципе, будет показать. Надо будет, наверное, взять мне зажигалку, потому что мы будем... Ну, представьте, что это все зажжена лампадка. Покажу принцип, как это... Вот эта штучка, она снимается, но в моем случае она сейчас не снимется, потому что она уже закорела, застыла. Сколько уже... Сколько она уже прошла, не помню, где ее в клей утопил случайно. Наверное. Вот она снимается, собственно, сейчас. Где-то она подплавится умудрилась. Ну, сейчас все поймете. Вот, видишь, это вот все время на такие эти штучки даются. Видите? Два лезвия. Вот они, два лезвия. Из них делается замечательный ножичек. Значит, что с ней делается? Ну, изобразим вид, что это лампадка. Ты просто вот так вот нажмешь и будешь держать. Давай. Давай вот так вот. Сейчас я покажу. Значит, что... Как это выглядит? Вот эти все четкие сделал я сам, поэтому сейчас вам покажу. У вас, представьте, что у вас вот эта ручка, да, вот эта на расстоянии, что-то есть, как бы все это. Вы берете... Давай, сейчас наколем это все дело. Важно держать над... Там, где горячее всего. Что необходимо сделать? Накалить. Оп. И проткнуть. Все, подожди. Пускай оставай зажигалочки. Так. Вот. Собственно, получается, вот таких штук надо на четке 33 штуки. По-моему, там по... Ну, я не знаю, почему 32. Ну, то есть, как бы я делал там с промежутками. Уже как каждый дрочек, как он хочет. Вот. Значит, как это все происходит? Эта лампадка дает малый огонь. Сейчас мы... Давай вот сейчас поставим. Что делать? Вы делаете вот это вот таким образом, собственно. Сейчас это будет... Ну, недолго. Главное, чтобы она не загоралась. А то, видишь, большой огонь сильно. Что происходит, если крутить ее постоянно? Видишь, что происходит? Ну да, сминается. Она сейчас превратится в однородный шарик. Такой не в шарик даже, а в однородную массу. Здесь надо немножко не жалеть свои отпечатки пальцев. Пока потуши. Немножко поправлять ее постоянно. Чтобы она придавала эту форму, которая интересна вам. Давай дальше. Сейчас научу полстраны четки делать. Пойдете на рынок, будете делать. Будет делать. Да. Так, видишь, она... Уже пишут сразу. Да, уже люди сразу. А как, а где, а что? Так. О, пошла вода горячая. Даже, ребят, я участвую в этих делах. Готовимся к худшему. Да, к этому не надо готовиться. Просто в жизни бывает всякая ситуация. И я говорю, мне, например, это успокаивало нервы капец. Производство этих четок. Хотя это очень серьезные нарушения в СИЗО. Поэтому должны понимать. Глазок за вами постоянно смотрят. Поэтому надо спиной все время сидеть в глазку. И делать видишь, что вы играете в шахматы. Или еще книжку читаете. Чем хорошо лампадка? Она дает постоянный огонь. Видишь, здесь прыгает огонь. Она дает постоянный огонь. Тебе маленькое пламя. То есть над пламями... Тихо. Пожжешь меня. Над пламенем держишь. Вот оно заворачивается, собственно. Так, ну давай уже дойдем. Тут скажут, что не пиздите его, пацаны. Значит, если оно так вот загорается... Значит, есть два варианта. Можно их чернить. О, это мне пишут коллеги мои по цеху. Завидуют. Значит, ее можно темнить. Ничего страшного не будет. Просто если вы хотите прям уровень бок, как вот у меня прозрачный есть. Это надо как бы сидеть. И вот монотонно как бы на каждую уходит. Где-то, ну, порядка на бусину минут 10 уходит. То есть вот вы ее крутите, крутите. Собственно, принцип, наверное, понятен. Значит, оно превращается... Главное не вынимать. Значит, я, ну, закончу на этом. Потому что, мне кажется, сжигалка сейчас взорвется. Вот, значит, покажу примерно, да, плавно превращается это все дело в шарик. Вот. И, значит, там остается вот это отверстие. Оно остается, да? Да. Вот этот шарик становится вот такой. Если он будет прозрачный, если вы будете, не будет попадать огонь. То есть если он будет поджигаться. Можно сделать его таким черным. То есть это потом уже, когда у вас есть округлая форма шара, вы коптите уже прям в середину огня вставляете, коптите над ним. То есть он становится черным. То есть вот из таких штучек вам необходимо будет 32 бритвы. Кто-то собирал, кто-то что-то еще делал. То есть вот такой шарик потом ты делаешь. Становится округлым. То есть когда пластмасс превращается вообще в такую массу, которая, знаешь, когда уже расплавлена, она, когда ты крутишь, она сама придает форму шара. То есть она реально просто становится шариком. Вот. Становится шариком. Но огонь должен быть постоянно. Да. Постоянный и небольшой. То есть это мы сейчас немножко так схематично все это изображаем. Значит, что происходило здесь. Вот эти вот, есть еще зубные щетки, которые даются. Зубные щетки сделаны из такого же пластмасса дебиолова. Их тоже можно наломать. И как бы, собственно, этот пластмасс использовать. То есть я тут цветные оставлял, темнил. Ну, немножко уже супруга, это я супругу ездил. Вот, немножечко, видишь, она на солнце полежала с этими черными, с которыми затемненные, они немножко переползли. Ну, когда жарко, она же, естественно, пластмасса немножко тает. Вот. Значит, здесь понятно. Лампадку мы вам показали, как делать. Она у вас уже есть. Собственно... Бритва есть. Ну, не бритва. Значит, заточечка есть у вас. У вас уже набор, блядь, нормальный. Набор героя. Да, вот это, естественно, в тюрьме нету зажигалок, есть только спички. Поэтому спичками все это, естественно, и делается. Да, фольга берется из обычного шоколада, который передается. То есть проблемы никакой нет. Вата тоже есть всегда. Вата, это, собственно, разрешена в камере. Дальше. Спросите у меня, откуда брать нитки, если их там нихуя нету. Потому что передать вам нитки запрещено. Передавать нитки запрещено. Вообще запрещено, реально. Значит, если зашить, они должны быть на продоле у человека, который занимается, ну, конвоира. То есть он должен давать. Естественно, их никогда нету, потому что плетут дороги. Дорога – это связь почта через, между этажами, по окнам. Короче, кидается. Там это долго объяснять. Потом расскажу, что будет интересно. Это связь между людьми. Пишется там записка, малява. Спускается нитка по этой нитке. Главное, чтобы никто не запалил. Поднимается вверх. И так вот ходит курить, варить. Там, типа, чай, сигареты. Там, по две, по три штуки. Что-то закидывается. Кто-то закидывает. Типа, там, ребята, давайте мы там вам нарисуем иконы. Там еще какую-то хрень. Ну, кто уже там не первый раз. А вы нам, типа, чай, сыпьете сахар, еще что-то. Ну, короче, там. Ну, или бы какая-то очень важная информация тоже передается таким методом. Но, как бы сейчас времена немножко стали другие. Поэтому немножко за это и будут, будем так говорить. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, как в хорошем. В общем, пиздерей могут дать. Ну, ругаться, а ей-ей. У нас маски-шоу тоже случались, когда, блядь, они там показательно все делают. Блядь, одевают шлемы, там, типа, ОМОНовские все это ходят. Залетают, типа, так, набрыгнулся нахбыстро. А кто я, особенно первое время, знаешь, ты же, блядь, думаешь, я с тебя пиздю, ты же даже не знаешь. Ну, блядь, но они смеются за ты хуйни, блядь. Ну, там малолетки те, которые, конвоиры там тоже, блядь. Ну, это очень смешно выглядит, короче, знаешь, типа, они в воспитательных целях. И те же малолетки, которые там первый раз сидят, они реально того боятся, знаешь, там, типа, ой, маски залетели, все, пиздец, и нам сейчас будет шмот. Ну, обычно это просто такого. Раз в две недели устрашающийся, если там камера ведет себя реально хуево. Просто совсем хуево. Так, с чего делаются нитки, которых нету? Вот у меня тут организовалась одна штучка. В принципе, она очень похожа. Значит, у каждого находящегося в этом есть, ну, кешер, да? Кешер не всегда это такая сумка, как я говорил. Есть обычная сумка, как мы привыкли видеть, да, с этими. Ну, обычная спортивная сумка. Ну, понятно, да. На ней есть шлейки. На ней есть шлейки, ребята. Вот. Сейчас я показываю лайфхак, который, в принципе, тут, да, должен здесь работать. Подержи, пожалуйста. То есть вы отрезаете вот этот, ну, кусочек, условно говоря. Все хорошо все режут. Ну, да, прикольно. Чтобы ты понимал, это шнурок от грибного дренажера. Нет. Ну, порваны. Значит, здесь что происходит? Показываю. Оно сделано таким образом. Сейчас мы доберемся до основной истины. Это все делается... О, сейчас. Совсем хреново шлейка попалась. Почему она и порвалась, это я понимаю. Видишь, идет ниточка. Ну, она должна распускаться, по идее. Да, она, ну, не то, что по идее. Она будет распускаться, ее просто надо вытягивать, протягивать постоянно. Потому что на ней, вот, видишь, основная нитка идет вот здесь, остальное это все говно накрученное. Я понял. Видишь, она пошла. Да, да, да. Пошла. Тогда лишнее убирается все дело. Руки помнят, сука. Нахуй мне-то память, блядь, мышечная. В армии проще. В армии же постоянно есть там все и подшивы, и хуевы. То есть вы потом берете там, чем надо распускать, уже проще вот шило, чем пригождается постоянно. То есть распустить такую вот, ну, чтобы коня заплести и так далее. То есть вот оно, видишь, пошло. Лишнее мешает, убираешь. Вот она пошла уже, эта веревочка. Вот она. Пошла, 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 пошла. Ну, оставим вот столько, чтобы было более-менее понятно. Значит, что происходит дальше? Ну, это я пока на это. Ну, это такая сдохленькая, хреновенькая. Значит, что должно происходить? Берете какой-то упор, условно говоря, да? Возьми за упор. И начинаете по этой принципу, по этому. Почему называется плести коней? Начинаешь плести коня. Вот конь плетется таким образом. И подтягивается, чтобы плотнее было. Понял? И нитка получается, да? Да, и получается полноценная капроновая нитка. Кто-то делает в два слоя, кто-то в три делает слоя. Можно перевернуть. Я на четкий делал несколько слоев, потому что они порвались. Ну, и вот так завязывается. Вот оно у тебя же получило, сплотненькая нитка, видишь? Вспоминаем древность, там же тоже так делали, да? Да, да, да. Но это я уже до конца не стал плести плютутся там на здоровенной дороге. На сколько хватит на этой шлейке? Вот это шлейка, вот они вот здесь. Это все, в принципе, вот эта нитка здесь есть. Вот у вас, собственно, есть нитка, чтобы что-то подшить себе, что-то четкое куда-то использовать, ну и так далее. То есть вот нитка делается из обычной шлейки. Лайфхаки такие. Это что? Я сам не догадался, пока не попал. Ну да. Вот она, кстати, когда вот два-три слоя, она, видишь, плотная. Вот мы тянули, она ползла, а тут уже, видишь, что... Ну, все, можно вешать ко мне. Ну, как? Значит, ниточка у нас я показал, как получается. Нитка у нас есть под четки, да? Значит, шарик мы накрутили. Ну, пока у меня такой не очень получился. Ну, это надо сидеть долго. Я не думаю, что полчаса будет смотреть, как я буду оттачивать. Я слушаю, это видео можно даже не 18 лет, а для детей. Я реально просто вот эти шарики, которые прозрачные, я просто их заебывался, выкручивал. Там, блядь, целая история. С черными было проще, а с черными быстрее. Вижнюю пальцы черную ставь. С черными быстрее, ну, ты быстрее черные сделаешь с пластмасса, потому что они темнеют быстро. А прозрачные, это, блядь, под обрезанным углом, под обрезанным... Вот, короче. Ну, я был заморочен, я сделал эти щетки. Дальше, значит, ну, про цветные эти вставки я объяснял. Это куски с зубной щетки. Дальше, что должно происходить здесь? Здесь идет упор, проходим... Я напоминаю про стержень. Вот стержень наряжается маленькими, такими маленькими, маленькими, беленькими, может, видите, штучками. Вы выставляете, все. Осталось вот такую хрень где-то найти. Так? Значит, те, кто не знал, что мы делаем щетки, и был первый раз, мы эксплуатировали, потому что многие приезжают в джинсах. На джинсах есть вот такая хрень. Бряха сзади вот такая есть. Да, да. Ну, я думаю, что все знают. Кожаная. Ну, она очень редко кожаная. В дорогих кожаную. Ну, она очень редко и в дорогих кожаную. Значит, сейчас показываю, как делается вот эта вот пиздюшка. Вот это, кожаная, как бы кожаная. Кто приезжает в джинсах, сразу отбирали, сразу снимали. Просто поворачивался, бля, и снимал это все. Значит, ну, покажу на этом примере. Да, да. Значит, вот это хреново. Ну, возьми, пожалуйста, вот так подержи. Не бойся. Значит, значит... То есть, джинсах снял, что ли? Это у меня еще лежало. Я чего-то оставлял, не помню, что ли. По-моему, даже, может, и сезон оставалось. Я не понял. Как-то я ее нашел. Ну, видишь, вот чем хреново вот это вот... Вот это лезвие конкретно. Угу. Видишь, оно гнется. Ну, да, оно слабенькое. Она мягкая. Вот там, в положняковых бритвах, там прям трердая-твердая. Значит, отрезается вот эта хрень. Давайте ножом, чтобы... Ну, все это делается такой штука, на самом деле. Просто мы сейчас скроем вот эту. Я тебе покажу, чем они отличаются. Держи. То есть, по сути, вы делаете вот такой вот нож. И потом, что делается? Как это делается? Ну, для тех, кто захочет делать вот это. Значит, отступается место. И потом долго так нарезается. Я таким ножом покажу, чтобы долго времени начать. Вот так он нарезается. До определенного момента. То есть, нарезается, потом... Так, проходим еще раз. Проходим еще раз. Еще раз и так далее. Вот оно уже. Видишь? Ага. Прошел процесс, собственно, вот это вот. Кожаный делмастер. Да. Ну, вот оно я так схематично все показываю. Потому что, ну, все это делается с душой. Потому что времени... Времени там много. Спешите. Здесь некуда. Вот. И потом это все закручивается. Ну, видно уже дальше. Да, оно уже получается. И оно закручивается. Вот здесь заматывается ниткой. И, собственно, получается вот такие вот... Ну, кто-то тоньше делает, кто-то покрупнее делает. То есть, вот из этой херни оно все, в принципе, получается. Кожу немножко разминаешь. Она потом начинает вот такая болтаться. Вот, собственно, все, что вам необходимо, чтобы сделать четкий. Я не знаю, для чего это вам необходимо. Ну, чтобы скучно не было, так делаются четкие. Вот. Покажу вам разницу еще опять-таки. Покажу разницу в этих бритвах. Значит, я уже, ну, буду, чтобы быстрее как-то время вам не убивать. Так. У нас пацаны некоторые скрывали сразу просто ногтями. Просто ногтями. Ну, там ногти длинные были. Длинные ногти, да, но там, ну, можно, ну, реально периодически кто-то резался. То есть, оно не... Кстати, а как ногти там обрезали? Сейчас расскажу. Там есть свой лайфхак. Кто-то, конечно, грызг, кто-то обрезал вот этими штуками. Потому что те ножницы, которые выдаются на продоле, это, конечно, пиздос. Но лучше всего, когда в камере есть человек, который сказал, что у него грибок ногтей. И в этом, и в... Как его? В местной части ему дали разрешение, чтобы родственники передали кусачки. Вот я так вымытил двое кусачек. Да. Ну, тут, по-моему, такая же, блядь, бритва. Да, точно такая же бритва, к сожалению. Ну, не точно такая же, но похожая. Тоже мягкая. Вот. В таких положниковых нормальных бритвах там не отсутствуют вот эти все секции. То есть, там максимум две секции для дырочек. Ну, для вот этих вот. Поплощей, короче, да? Да. И она очень плотная, она очень жесткая. Кто-то умудрялся делать из двух сразу, как бы, из этих. Ну, кому как нравилось. Ну, штука реально удобная. Очень, ну, как бы, я же говорю, только не храните при себе, храните на общаке. И можно будет... Дома родители найдут на общке. Дома не повторяйте. Здесь дисклеймер ставь, что в домашних условиях это не повторяйте, конечно. А вот, потому что такое... Расписать можно. Почему писать? То есть, ты... Пиро-пиро-пиро. Ну, это типа, типа, пиро, да. Вот. Что еще из лайфхаков рассказать? То есть, это все, в принципе, показал. Ребята, если надо будет, пользуйтесь. Но лучше туда не попадать. Есть еще хороший лайфхак такой, как сделать виноват. Виноват в СИЗО. Мы делали, короче. Значит, заказывайте чай каркаде. Каркаде. Каркаде, да. Именно каркаде. И очень-очень много берете, покупаете на товарке сахара. Ну, пакетов по килограмму штук пять. В СИЗО греют батареи ближе к... Ну, по лету вообще быстро. Как бы, жарко становится и так далее. Что делается? Берется там всегда из тазики для того, чтобы постирать, помыть, там, что-то еще и так далее. Ну, каждый разделяет тазик там для мытья, для хранения и так далее. Тазик тоже есть на товарке, там пять рублей с ним. Значит, в этот тазик заваривается куча-куча всяких... Кипятильники можно заваривать, куча-куча-куча воды заваривается. Заливается в этот тазик вместе с каркаде. То есть, чем максимально больше каркаде, тем оно более такое, насыщенное. Значит, это каркаде насыщенное. Засыпается сахаром. Первый этот, каркаде само по себе кислое. Ну, знаешь, знаю. Ну, конечно. Там пачек, наверное, было у нас штук, наверное, 5 пачек каркаде. То есть, тазик стал красный просто. Ну, то есть, кроваво-красная движуха такая. Вот. Засыпается сахаром. После этого сахара, значит, разливается по... Настаивается. Недолго, часа два. Ну, заваривается, условно говоря. После этого заливается по бутылкам. По этим бутылкам в каждую бутылку предварительно засыпается еще сахар. Естественно, не доливаете до конца бутылку. Вот. И в этой бутылке есть каркаде, есть сахар. Его, естественно, перемешивают и ставят в самое теплое место где-то. Или по дворе, или где-то поближе к солнцу. Чтобы никто не спалил эту фишку. Вот. Как у нас не спалили? У нас было два шмона, не спалили эти бутылки. Короче, мы такие бутылки 6-7 сделали. Значит, где-то на вторую неделю он набирает градус. Ну, небольшой. Это градуса 4, наверное. Как пиво. Да. Но в тюрьме, собственно, это как бы вообще безалкогольная когда кто находится. То есть, ну, так себя побаловать медовухой, будем так это называть. Ну, и вот как бы оно как принцип, как на малине делают вино. Вот на ягодах, когда вино делают, то есть принцип брожения происходит. Оно кислое, на сахаре бродит, 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 бродит. Каждый день надо их перетряхивать, спускать немножко это. Ну, вот оно набродило. По вкусу кислятина, конечно, но с небольшим вопросом. То, что говорят, что делают там на хлебе, ребята, это сказки. Особенно в Беларуси, потому что хлеб уже давно-давно делают бездрожжевой на Антошкина. И что вы там будете с сахаром, дрожжи пытаются из него делать. Это все пиздеж. Нас там один наделал этого хлеба, бродит, он плесенью покрылся, его и выкинули, бродит. Просто поражали. Вот, поэтому как бы это все на самом деле хрень полная. Ну, хотя там смысл, что на хлебе, ребят, не делайте даже в домашних условиях. Даже в домашних условиях. Это очень долгий процесс, на самом деле. Мне кажется, мы после этого видим, где все начнут делать. Проще дрожжи купить и сделать нормальное бухло себе. Ну, если сами делайте, как бы, в таком варианте. Ну, лайфхаках на самом деле было очень много. Они связаны просто со самим режимом, как его немножко обходить, как там, ну, пытаться выживать и жить. То есть, нету прям страшного ничего. Просто это должны понимать, что тюрьма – это именно СИЗО. Ну, тюрьмой называют СИЗО. А лагерь – это уже лагерь, это уже немножко другое. То есть, тюрьма в понимании людей – это и лагерь, и ВС, и СИЗО. Нет, тюрьма – это имеется в виду. Ну, кстати, я тоже особо не… Ну, то есть, я знал, что есть там СИЗО. Есть уже именно конкретно… Ну, тюрьмой называется СИЗО. Да. ИВС – это как бы, как раньше при Союзе было КПЗ. Комната предварительного заключения. Обезьянник. Да, обезьянник. Да, обезьянник. Я тоже там пару часов просидел. То есть, это вообще такая комната, как в бане, обложенная плиткой. И ты там сидишь, там один уступчик есть, и все, и там бред, ни окон, ни дверей, ни хера нет. То есть, обезьянник – это жесткая штука, на самом деле. Полная тишина, это не понимаешь, что происходит. Блин, там не посрать, не посрать, ничего не будем взять делать. Вот. Значит… И очень главное не путать, потому что есть понятие «крытой тюрьмы». То есть, это, ну, как бы вот оно… По сути, ты на прогулку уходишь. Я жил в центре, собственно, да, получается, сезон находится в центре, как бы. Я помню, никогда не забуду, как меня подкололи, ребята, в варианте того, что… Ну, я только пришел, ну, заехал. Говорит, сейчас пойдем на прогулку. Ну, все ждут прогулку, как на улице, знаешь, там как на лагере промзона, думали, значит, тут фильм можно смотришь. А прогулка там просто загоняется в такое помещение, в такое, значит, там под 4 метра стены со всех сторон, немножечко воздуха с улицы, короче. Если будете проезжать мимо, вот, в Гомеле, мимо 8 марта, там в СИЗО видно эти верхние этажи, вот это верхние этажи, это там вот, там прогулки-то происходят. Вот, и ты там, естественно, туда никак не вылезешь, ничего не посмотришь, как бы, ну, ты слышишь, как на советской ездят машины. Вот. Ну, и радышься, как бы, хорошо. Да, и там помещение где-то квадратов 20-30, то есть, там заходит туда, там, 12-х человек, и вот часто прогулка, кто-то отжимается. Там, пуст, не как в американской тюрьме, там, знаешь, как они там есть лавочки, ты либо сидишь, либо ходишь, все, варианты других. Ну, куришь с собой, можно сигареты брать, как бы, кто-то скарморды разгадывает и так далее. То есть, ну, как бы, в таком варианте. Ну, собственно, вспомнил, загрустил, но не то, что хочется вернуть, а то, что нахуй я туда вообще попал, конечно, но, собственно, видите, вот, что там, что-то в жизни научился еще руками делать. Ну, вот, так, что... Ну, может быть, пригодится, как бы, ребятам тоже пригодится, я думаю, что... Не, хотя, может, пригодится, знаешь, здесь в походе в армии, когда ножа нету под рукой, берете обычный станок, спички, блядь, и вот, нож у вас в походных условиях. Ишь, спички есть, без спичек, допустим, с камня добывать. С камня добить можно, вот. Можно еще, вот, с ниткой тоже самое, опять-таки, со шлейфов, какого нарезали, блядь, зашили палатку. То есть, это применяемо, на самом деле, везде, просто об этом надо знать. Было до этого, собственно, там, надо... Раньше, когда эти... Откуда люди все об этом знают? А раньше были, как эти, туристические там, лагеря, все остальное, когда на тур слет, и там, Дятлова, когда группа, и так далее. Вот, там же учили этому всему. В общем, вот такой коротенький рассказ на сегодня. Не знаю, долго мы на это потратили время, или много. Ну, немножко потратили время, вот. Если будет подробно интересно, можете написать в описании. Мы можем прям подготовить большой-большой выпуск. Лучше стримы, мне кажется, запустили, да? Можно стримы запустить с вопросами, да. Ну, ребят, ну, в любом случае, такого рода вопроса только за донаты. Только за донаты, потому что, блядь, ну, бесплатно я это вспоминать не хочу. Согласен. А вот, так что так вот. Слушай, ребят, вот Алексей сегодня рассказал, я, в принципе, промолчал. У меня тоже полезная информация. Подчеркнул для себя какие-то моменты. Вот, я думаю, тоже вы подчеркнули для себя. Сделайте выводы определенные, что попадать туда не стоит. Не стоит. Мы не призываем, но... Если попали, крутитесь. Да, ну, вот, Алексей показал сегодня, что можно делать. Нет, там этого делать нельзя, как бы. Ну, если есть в свободное время. Ну, будем так говорить, это все, то, что я показал, это все там запрещено, собственно, по ПВР, это правило внутри распорядка. Это все запрещено, ну, как бы, ну, как-то жить надо, в любом случае. Сало же не будете, загонят там кусок сала, так вот, ты же не будешь его грызть, понимаешь? Ну, да. Тоже таки. Вот, ребят, так что спасибо за просмотр. Какие-то вопросы будут, я думаю, отдельно выпуск можем сделать по... Либо выпуск, либо стрим, либо, ну, не знаю, какой-то другой формат по этим вопросам. Но, ребят, опять же, как Алексей сказал, что через донаты, чтобы мы конкретно подготовились, да, то есть вспомнили информацию. Да, у меня много информации, сижу, я просто нет, я имею в виду, что эту информацию, это только вот платная могу сказать. Секретная, секретная, короче. Да, да, там много лайфхаков, которые пригодятся, ну, как минимум людям в Беларуси, я думаю. Если кто-то там не был, ну, и ладно, не попадайте туда, ребят. Сидящих много, так что. Особенно те, кто до 18, я призываю лично от себя, там, не ввязывайтесь во всякие дебильные ситуации, типа, там, с закладками, с этими, ну, вообще... С противозаконными действиями. Да, легких денег не бывает никогда, не бывает. Только если вы в 90-е купили завод. Ну, вы не знаете, что такое 90-е, как покупались заводы, когда разломала страна. Вот, а сейчас это все, поверьте, все это так не работает, как оно хотелось бы, чтобы работало. Поэтому лучше туда не попадать, но если попали, держитесь, держитесь духом, и помните, что вас ждут дома. Главное, то не попадать, я думаю. И в 2021 году побольше здоровья, ребят, коронавирус отойдет, и все будет дальше продолжаться, собственно. А мы будем снимать, что-то снимать. Что-то будем снимать, что-то писать, что-то делать. Короче, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, как обычно. Подписывайтесь на канал, и... Алексей оставлю в описании, вот он будет вас там ждать. И, ребята, если какие-то темы интересные, пишите. Мы порассуждаем, поделаем, подумаем, покажем. Тем более, скоро много праздников, 8 марта, 23 февраля. Можем сделать обзор, какой подарок лучше сделать всего из фикс-прайса. А есть еще подешевле где-то? Еще, может, дешевле где-то. С Алиэкспресса, там, не знаю. Как за доллар удивить девушку? Такого плана. Вот, так что, да. Все, всем пока.